Девушки отдыхают С виду такой человек может ничем не выделяться среди остальных, вести обыкновенную жизнь. Но как только он оказывается в храме или слышит молитву, с ним начинают происходить странные и страшные вещи. Среди этих верующих мусульман двое одержимых. Вот что случилось с ними во время вечерней молитвы. Выглядит так, словно их пронзила молния. Официальная медицина не признает существование ни бесов, ни дьяволов. Что же происходит с этими людьми на самом деле? Почему эти люди слышат голоса и видят ад? Ой, нас так много! Ой, какие! Кто на самом деле отдает команды одержимым людям? Он напал на них и убил их обоих без всякого сожаления. Какая сила заставила экстрасенса Илону Новоселову выброситься из окна? Почему сын олигарха Сосина сначала искусал, а потом задушил свою собственную мать? Ему казалось, что в маму вселился бес. Существует ли дьявол? Что об этом думают медики и ученые? И почему присутствие сатаны можно считать математически доказанным? 333 ангела сатаны и 666 ангелов бога – полное соответствие диалектике. Как победить нечистую силу? Перед людьми я рассказываю свою историю. Я за это заплачу. Мне придется за это заплатить. Эксклюзивное расследование РЕН-ТВ. Потусторонние силы, которые пытаются управлять нашей жизнью. Какова природа этих явлений и как им противостоять? Смотрите прямо сейчас. Дождь льет, яблоко зреет. Яблоко зазреет, будет вам сок. Дары Кубани, вот в чем сок. Не надо бояться густого тумана. Не надо бояться пустого корма. На одержимых страшно смотреть. Иногда человек начинает говорить чужим голосом. А иногда кричать и шипеть. Эти истошные вопли зачастую сопровождаются конвульсиями и странными движениями. Будто некая неведомая сила не только причиняет боль человеку, но и пытается подчинить его своей воле. Это видео сняла москвичка Карина Дмитриева на свой автомобильный регистратор. Вместе с приятельницей зимой прошлого года они ехали по подмосковной трассе в районе Лыткарина. Вдруг что-то странное заставило ее остановиться. Будто она почувствовала чье-то незримое присутствие на дороге. У меня висел регистратор. Я его не смотрела. Мы просто взяли, потом взяли и уехали. А потом то, что я увидела, мне вообще страшно стало. Это прошло уже какое-то время, мне он потребовался. Но то, что я увидела, я такого вообще никогда в жизни не видела. Вот машина входит в поворот. Впереди на дороге стоит некий объект. В момент поворота видно, что это не игра света на лобовом стекле. Объект стоит на месте, а не движется вместе с машиной. Фигура-призрак на первый взгляд выглядит как часть пейзажа. И потому в первые секунды никто на нее не обратил внимания. Нечто странное произошло несколькими секундами позже. Вот Карина выходит из машины и на мгновение заслоняет фигуру. Когда она отошла в сторону, на заднем фоне больше никого не было. Призрак исчез. Был силуэт женщины, она стояла вот там вот буквально. Но настолько хорошо видно было очертания этой женщины, невозможно ни с чем перепутать. То есть, ну, прям вот действительно девушка, молодая девушка. Кто была эта девушка? Злой демон или душа, скитающаяся по свету? Для чего она остановилась у дороги? И кого ждет невеста в длинном платье? Парапсихологи уверены, именно так могут выглядеть помощники дьявола, провоцирующие страшные аварии на дорогах. Звучит неправдоподобно, но тогда что же это такое? Откуда взялись наши представления о нечистой силе? Как выглядит воплощение зла? Что это? Рогатый демон с копытами, живущий под землей? Или химера, сочетающая в себе черты человека, ангела и животных? Что думает о существовании дьявола современная наука? Как российские ученые смогли найти формулу сатаны и разгадать число 666? И можно ли в действительности выгнать дьявола из человека? Собственный эксперимент нашей программы. Смотрите прямо сейчас. 22 января 1997 года в пригороде Мехико рабочие проводили работы по сносу старой полуразрушенной церкви. Когда обломки расчистили, под фундаментом обнаружили гробницу, а в ней была очень странная мумия. На сегодняшний день можно найти всего пару фотографий уникальной находки. Мумия походит на человека лишь отчасти. Это самое настоящее чудовище. По данным археологов, находке не менее 600 лет и закопали ее под основанием храма не случайно. На голове у этого существа два отростка, напоминающие рога. На месте передних резцов торчат клыки, а на ногах то ли когти, то ли копыта. Вот что по этому поводу написал один из археологов, проводивших осмотр останков. Это одна из самых невероятных научных находок нашего времени. Мы получили свидетельство того, что сатана действительно существовал воплоти. Когда местное население узнало, что ученые откопали демона, в городе началась паника. Раскопки пришлось остановить. Мумию отправили на экспертизу. Каково же было удивление ученых, когда после завершения исследований их попросили не распространяться о находке, а саму мумию тайно вывезли в Европу и, по некоторым данным, доставили в Ватикан. Существуют и современные материальные доказательства, которые, в принципе, можно было бы пощупать руками, но, конечно же, сделать это достаточно сложно, потому что та сила, та человеческая даже коалиция, которая получает такие доказательства, она их от народных масс скрывает. Эксперты уверяют, что находка ватиканской мумии вовсе не означает, что дьявол мертв. Скорее, наоборот. Люди, которые исследуют потусторонний мир, утверждают, что дьявол – особая духовная материя с невероятными возможностями. Она способна проникать в человеческий разум, подавлять волю, давать команды вплоть до приказа убить себя или других. Как жить, если в твоей голове поселился демон? Что это? Медицинский диагноз или душевная болезнь? Вячеслав Стариков, житель села Крисцын в Городской области, несколько лет назад начал слышать голоса. Сначала это было похоже на общение с душами умерших. Они делились своими переживаниями, давали советы. Но в последнее время эти голоса стали вести себя странно, начали подталкивать его к самоубийству. Вячеслав уже пережил несколько попыток суицида. Его родители опасаются, что в него вселился дьявол, и если ему никто не поможет долго, их сын не проживет. Они отправили Славу в Москву, чтобы, возможно, использовать свой последний шанс избавить его от некой сущности, которая поселилась у него в голове. Когда ему плохо, он не может уснуть. Вот, честно, я читаю «Отче наш», я 40 раз читаю. Смогут ли ему помочь московские специалисты? И чьи голоса на самом деле слышат в своей голове этот бесноватый мужчина? Библия – главный источник наших знаний о дьяволе. Если верить древним текстам, однажды один из ангелов возжелал стать равным Богу, за что и был низвергнут с небес. Имя этого падшего ангела – Люцифер или Сатана. Именно он соблазнил первых людей – Адама и Еву, и заставил их съесть запретный плод с древа познания добра и зла. Согласно христианской традиции, когда об этом узнал Бог, он выгнал людей из рая. С тех пор на земле поселилось зло. Люди стали творить страшные вещи. Брат пошел на брата, начались войны. И сейчас все зло, что происходит на планете – дело рук той древней силы – падшего ангела. Согласно древнему писанию, у дьявола есть помощники. Это другие падшие ангелы. Их называют бесами или демонами. Они обладают немалой силой и способны вселяться в людей и животных. Так, например, в Библии описан эпизод, когда в одного человека вселилось несколько тысяч бесов. Они страшно мучили свою жертву. Когда бесноватого увидел Христос, он повелел злым духом переселиться в стадо свиней. После этого все стадо сбросилось с обрыва и погибло. Уникальный случай. 2016 год. Средняя школа Элса Перейра, Перу. Дьявол вселился в школьников. Поверить в такое было бы невозможно, если бы все это не попало на видеопленку. Это съемка с камер, установленных в коридорах школы. Смотрите, тележка с хозяйственными принадлежностями начинает двигаться сама собой. Это не землетрясение, не чей-то розыгрыш. Все дети в данный момент на занятиях. Потом происходит нечто ужасное. Школьники прямо во время уроков начинают терять сознание и впадать в транс. Начинается паника. Когда приехали медики, они увидели странную картину. Дети кричали и бились в конвульсиях. Придя в себя, они все в один голос стали рассказывать о черном призраке душителей, который хватал их за горло и тащил в какую-то пещеру. Что это было на самом деле? Неужели массовое вселение бесов? Медики не смогли установить причины произошедшего. Такого в их практике никогда не было. Позже выяснилось, что раньше на этом месте находилось городское кладбище. Родители школьников пригласили пастора, который провел в школе обряд освящения. Это единственное, что они могли сделать. Удивительно. Но после этого кошмары перестали мучить детей. Бесы сильно себя показывают именно в святых местах. Ты пришел в церковь, и бес начинает себя показывать. То есть агрессия у человека появляется. Тошнота – это самый первый признак. Тошнота, потом истерия, агрессия. Вплоть до того, что ты можешь причинить кому-то телесный вред. В 2005 году доктор Стаффорд Бетти, профессор религиоведения в Университете штата Калифорния, опубликовал статью, в которой доказал возможность одержимости демонами. Он утверждал, что во всех мировых культурах всех времен существует множество доказательств того, что демоны действительно могут овладевать людьми. Экзорцизм. Попытка изгнать бесов с помощью молитвы. Такие практики существуют и в христианстве, и в исламе. У иудеев этот обряд называется дебука. Но как он работает? Действительно ли можно прогнать беса, поселившегося в человеческом теле? Как это делается? И что происходит в эти моменты с людьми? Не буду! Не хочу! Я сама! Я сама! Посмотрите, вот так необычный церковный обряд проводит настоятель церкви в селе Хрустовая в Приднестровье. Чтобы изгнать бесов и задержимого прихожанина, отец Валерий оседлал его и заставил себя вести. Бесы, бачка, увезут на статую гору Афон. В Иерусалим, да, бачка? Да, Верусалим, а вот он на Афон. Не выйду. А куда ты едешь все? Можно ли изгнать бесов таким странным образом? Наука доподлинно не знает. Однако то, что бесноватые боятся молитв, икон и крестов, факт, отрицать который невозможно. Что удивительно, одержимые реагируют на молитву, произнесенную на любом языке. Вот так бесов изгоняют мусульмане. Они их называют джиннами. Зачем ты делаешь? Потому что я к бесам дежу. Это лишний раз подтверждает, что одержимость в любой точке планеты проявляется одинаково. Ибо ты сказал, Господь убавания моё. В большинстве случаев больные люди истошно кричат, корчат гримасы и делают всё, чтобы противостоять обряду очищения от бесов. Невероятно, но факт. С помощью этого обряда многие люди действительно освобождались от голосов и навязчивых мыслей. А это значит, что шансы избавиться от слуховых галлюцинаций есть и у нашего героя. В детстве говорили мне, убей людей, убей семью. Много разной ерунды. Но я всегда говорил, что лучше сдохну я, чем пострадает кто-то из людей. Первые голоса он начал слышать пять лет назад. Поначалу они показались ему руганью соседей за стенкой. Когда терпение лукнуло, он пошёл с ними разбираться. Я позвонил соседям сверху. Говорю, вы ругаетесь? У вас какие-то проблемы? Может быть, вам помочь? На что они ответили, нет, у нас всё спокойно. Ну, я удивился. А ругань такая серьёзная. Я тебя убью. Это такое чувство, как будто слух твой обострился, и ты слышишь, как общаются за стеной твоей квартиры. Вот. С каждым днём эти голоса становились всё более отчётливыми. Наконец, он сумел разобрать то, о чём они говорят. Это были два голоса. Мужской и женской. Парень сказал, говорит, я его убью. Девушка говорит, нет, мне нужен от него ребёнок. А потом делай с ним, что хочешь. День проходит, я слушаю это всё. Второй день, я понимаю, надо выходить из дома. Открываю дверь. А в проходе стоит парень. Черноволосый. И в руках у него охотничий нож. Я, поняв, что, блин, дальше идти не стоит, закрываю дверь на замок. И всё, я в ловушке. Вячеслав рассказал обо всём друзьям. Они посмеялись, посоветовали протрезветь и выспаться. Тогда он позвонил родителям на Алтай. Испуганная мать через знакомых вызвала скорую. Ему сделали укол и госпитализировали. Врачи провели обследование. Выяснилось, что он абсолютно здоров. Через четыре дня его выписали. Однако, когда он вернулся домой, всё повторилось опять. Тут появились ещё одни голоса. И они говорят, ты должен присоединиться к нам, либо ты умрёшь. Твои родственники, твои там близкие. Затем голоса стали преследовать его на работе. Когда родители узнали, что Славе стало хуже, к нему прилетела мать. Он говорил, мама, мне плохо. Я даже чувствовала, когда ему плохо. Как я замечала, по дыханию, по взгляду. Ну, я мама. Это не объяснишь просто. Я сидела рядом у него, читала мулитвы. Это самый известный в Африке экзорцист Тиби Джошуа. Ежегодно посмотреть на его уникальные способности приезжают более двух миллионов туристов. Вот что происходит во время его проповедей. Смотрите сами. Джошуа подходит к верующим и их буквально выворачивает наизнанку. Тиби Джошуа пастор Самоучка. Свою церковь он называет Синагога Церковь Всех Народов. Говорит, такое название ему подсказал сам Господь Бог. Популярность пастора невероятно высока. Среди его последователей многие президенты и премьер-министры африканских стран. Изгнание бесов – популярное действо и эффектное шоу, которое привлекает множество зрителей. Некоторые эксперты считают, все это больше похоже на религиозный экстаз, чем на проявление одержимости. Однако то, что происходит с Вячеславом – нечто другое. Глубокая внутренняя проблема, о причинах которой мы можем только гадать. Когда человек живет очень греховно, очень порочно, то фактически этим самым он все больше и больше от Бога удаляется и подпадает под воздействие демонской силы. Однажды во время 40-градусной жары Слава потерял сознание. Врачи потом установили, что это была клиническая смерть. Вячеслав с трудом подбирает слова, чтобы описать то, что с ним в этот момент происходило. Я летел в темноту. Темнота – люди сложно. Искореженные, как кирпичики, вот так, тела. И они тянут ко мне руки. Видно лица искореженные. Все так страшно, как бы. И они тянут, руки тянут, как будто за помощью. Горы мертвых тел, только там не мертвые тела, а живые были. Ну, такое чувство, что я, блин, летел в ад. У науки до сих пор нет единого мнения, существует ад на самом деле или нет. Однако люди, которые пережили клиническую смерть, часто рассказывают о тоннеле, в которой проваливалась их душа. Что это за проход, и где он находится? В исламе ад – это огненное озеро, в котором в страшных мучениях будут гореть души грешников. В христианстве ад – это место, где будет плач и скрежет зубов. В апреле 2001 года группа исследователей, занимавшихся изучением звуков во Вселенной, сделала необычное открытие. Они обнаружили очень странные звуковые колебания, которые исходят от планеты ТМР-1С в созвездии Тельца. Когда они расшифровали эти волны, они ужаснулись. Это были душераздирающие звуки. Что удивительно, эта планета раскалена до предела, там очень высокая температура. В НАСА ее окрестили планетой Сатаны. Так что это значит? Неужели ад действительно существует, и его можно рассмотреть в телескоп? Что находится на далеких планетах, ученым еще предстоит выяснить. Однако многие считают, что ад находится под землей. Именно там люди чаще всего слышат странные звуки, напоминающие крики и плач. Именно в тоннелях чаще всего людям встречаются призраки. Но иногда эти сущности выходят на поверхность. Это кадры с камеры наблюдения в японском супермаркете. На съемке можно увидеть, как потусторонняя сущность вселяется в человека. Вот на пол падает коробка. Женщина, которая оказывается рядом, ставит ее на место. Но это ловушка. В этот момент нечто вселяется в женщину. Ее начинает корчить от боли. А этот ролик был снят на другом конце света, в Нью-Йоркском метро. Молодые люди наткнулись на девушку, которая еще минуту назад вела себя как обычный человек. Что это было? Одержимость? Психическая болезнь? Или может быть последствия употребления психотропных препаратов? Очевидцы не стали выяснять и попросту убежали. Мы обратились к людям, изучающим паранормальные явления. Дмитрий Икзо проводит спиритические сеансы и говорит, что имеет опыт общения с духами. Он уверен, подселение иных сущностей к человеку не такое уж и редкое явление. До поры до времени голоса даже могут сидеть тихо, но со временем обязательно дадут о себе знать. Проявление демона или какой-либо сущности в человеке может быть в силу несколько причин, скажем. Одна из них – это навели какое-то воздействие. Или подселенец, то есть какая-то душа какого-то человека ритуальным образом прикрепляется к человеку и начинает на него воздействовать. Парапсихологи верят, что сущности или бесы способны не только жить рядом с человеком, но и влиять на его судьбу. Дальнейшее проявление – это ухудшение здоровья, сложности в бизнесе, в жизни и так далее. Многие парапсихологи уверены – людей, в которых вселился демон, можно определить. Опытный глаз без труда способен увидеть печать сатаны. Смерти боишься? Что-то я над этим не думал. Это единственное и последнее интервью одного из самых кровавых маньяков позднего СССР Василия Кулика. Видео было записано незадолго до расстрела в Иркутском СИЗО. Вот буквально вчера при обыске была изъята у него вот такая вот записка, что ли. Как жаль, что я мало изнасиловал, задушил, надо было больше Кулика. Василий Кулик, врач скорой помощи, совершил не менее 40 преступлений. Это были убийства и изнасилования пожилых женщин и детей обоих полов. От его рук погибло 13 человек, в том числе шестеро детей. В обычной жизни коллеги не замечали за Куликом никаких странностей. Вполне обычный врач, веселый и отзывчивый парень. С Куликом мы в одной смене проработали более 10 лет. Врач очень образованный, умный. К нему подойдешь с вопросами, он всегда ответит, тебе поможет, подскажет. Странно, не правда ли? Маньяк, насильник, кровожадный убийца, а в жизни милейший человек. Однако родственники Кулика вспоминали, что даже с его рождением было связано страшное знамение. Акушерка, которая принимала долгие и мучительные роды, которые едва не унесли жизнь и матери, и самого Кулика, тогда произнесла странную фразу «Это не человек». После ареста маньяка иркутские газеты нашли очевидцев, которые рассказали, как в младенчестве крестили Кулика. Его шесть раз окунали в воду, и вода каждый раз чернела. Совпадение или нет, но маньяк убил шестерых детей. Семь дней его мать мучилась на родовом столе. Семь пожилых женщин в своих пациентах он убил. Что это? Совпадение? Или печать дьявола? Эксперты-криминалисты склонны объяснять все вполне материальными причинами. Но даже они понимают, что в рамке логики эти страшные убийства никак не укладываются. Когда мы говорим о том, что есть Бог и есть дьявол, то, наверное, он придуман не случайно. Смотрите далее. Способны ли московские экзорцисты и парапсихологи избавить человека от бесов? Собственный эксперимент нашей программы. Я создам расстановочное поле. Действительно ли демоны могут проникнуть в сознание и подчинить себе волю? Механизм возникновения голосов до конца не изучен. Зачем им это нужно? Почему многие из тех, кто пытался договариваться с духами и голосами, трагически закончили свою жизнь? Что предлагают демоны своим жертвам в обмен на их душу? И почему они так легко соглашаются? Сатана владел его душой. И он напал на них и убил их обоих без всякого сожаления. Уникальные свидетельства людей, которые пошли на сделку с дьяволом. На что они рассчитывали и почему смертельно просчитались? Что наука думает о существовании дьявола? Смотрите прямо сейчас. В то, что рассказывает одержимый бесами Вячеслав Стариков, трудно поверить. Большинство людей, с которыми молодой человек откровенничал, крутили у виска. Никто не верит в то, что голоса в голове могут не просто существовать, но и подталкивать человека к самоубийству, чтобы понять, что на самом деле с ним происходит. Мы попросили его в присутствии телекамеры пройти обследование у психиатра. Возможно, его одержимость духами имеет сугубо медицинские диагнозы, может быть объяснена с точки зрения психиатрии. Куаскал сделаете? Угу. Давно дрожат лицо, губы? Да не дрожат. Нет, не дрожали. Сюда еще раз. Врачи детально расспросили Вячеслава о его прежней жизни. Там действительно много причин, которые могли бы оказать серьезное влияние на психику. Это и множественные сотрясения от занятий спортом, и злоупотребления алкоголем, и даже стресс после развода с женой. В анамнезе неоднократные чередно-мозговые травмы, которые тоже не могли пройти бесследно для психики, для организма в целом. Кроме того, немаловажное значение имеет и длительное употребление, а порой и злоупотребление различными психоактивными веществами, включая алкоголь. Однако врачи разводят руками. Каких-то очевидных признаков психического расстройства у пациента нет. Многие в таком возрасте пьют куда больше, и ничего. Даже после сотрясения мозга бесов слышат далеко не все. Механизм возникновения голосов до конца не изучен. Данное состояние характеризовать как уже шизофрения, состоявшиеся заболевания, да, сложно. Все-таки в психиатрии важный момент – это длительное наблюдение, не только лечение, но и наблюдение, причем в рамках стационара. Вячеслав, кажется, совсем не удивлен. Примерно то же самое ему сказали несколько лет назад в Петербурге, когда он первый раз попал в больницу. Тогда его выписали со справкой о том, что он полностью здоров. Официальная наука не признает существование ни дьявола, ни бога. И дело не в том, что ученые отрицают нематериальные явления, а в том, что приборы, способные их зафиксировать, пока не изобретены. Все, что попадает на видеопленку и фотопленку – нечуткие образы и размытые силуэты, которые не могут использоваться в качестве доказательств, за исключением лишь одной уникальной аудиозаписи. Однажды священнослужителям удалось записать голос демона, и происходило это в Германии во время католического обряда изгнания беса. Эта история случилась в 70-х годах в ФРГ. Девочка из очень религиозной католической семьи Анализа Михель страдала от голосов в ее голове. На протяжении нескольких лет родители искали помощи у медиков, однако состояние девочки с каждым годом ухудшалось. Отчаявшиеся родители обратились к священникам с просьбой официально провести обряд экзорцизма. И в 75-м году церковь дала свое согласие. При этом многое фиксировалось на видео и аудиопленку. Во время одного из разговоров Анализа рассказала, что в ней сидят шесть демонов. Люцифер, Иуда Искариот, Нерон, Каин и душа франкийского монаха Флейшмана, отрягшегося от Бога. С одним из демонов священнику удалось записать разговор. Вот этот голос. История Анализы легла в основу известного фильма «Шесть демонов Эмилии Роуз». На протяжении нескольких месяцев священник приходил к девочке. Однако ее состояние ухудшалось. Она отказывалась от приема пищи и воды. И это привело к сильному истощению организма. 1 июля 1976 года Анны Лизой Михель не стало. Новгородская область, деревня Крестцы. Около года назад Вячеслав Стариков вместе с родителями перебрался сюда жить. Богатый дом, который был на Алтае, пришлось продать. Все деньги ушли на врачей. Вячеслав неохотно показывает свое новое пристанище. Стесняется. Есть колодец, есть территория. Земля заболоченная. Сельским хозяйством заниматься нельзя. Кроме как посадкой деревьев. Где бы он не находился, куда бы не уезжал, голоса его преследуют повсюду. Порой их бывает так много, что возникает чувство, что он находится на вокзале. Многие из них желают ему смерти. Иногда это сопровождается жуткими видениями. Отрезание головы, блин, самое страшное для меня это было. Я чувствую, как мне режут голову, блин, и все. Вот хоть я спал с родителями. Я приехал из больницы, блин, я спал с родителями. Отец меня держал за руку, потому что мне было страшно. Слава пережил несколько попыток суицида. Первый раз это случилось в ванной комнате. Он уже набросил петлю на шею и в этот момент зашла мать. Вторая попытка была в лесу. Это был единственный случай, когда голоса спасли его от смерти. Ушел в лес, начал вешаться, голоса мне кричат. Ваня, Ваня, смотри, что он делает. Дурак совсем, повешаться решил. А у меня уже петля затянута на шее. Это пращуры мои, то есть чуры мои, защитники. Они остановили меня. Известный русский психиатр Николай Краинский в начале 20 века заинтересовался феноменом кликушества и бесноватости. Врач был скептиком и хотел доказать, что бесов не существует. Однажды он решил провести эксперимент. Вместе с ассистентом они давали бесноватой женщине пить. Сначала это была простая вода, затем ее поменяли на святую. Последовательность меняли. Этот эксперимент проводили около десяти раз. Невероятно. Но каждый раз женщина безошибочно отличала святую воду от обычной питьевой. Вот как психиатр описал этот эксперимент. После того, как много раз повторенные опыты дали тот же положительный результат, я смешал обе пробы воды вместе, простую и святую, и влил их по ровну в оба стакана. Тогда кликуша стала реагировать на обе пробы припадками. После этого эксперимента ученый стал верить не только в бесов, но и в Бога. Смотрите далее, как бесы выбирают своих жертв, что их привлекает, блуд, алкоголь, наркотики. Я одной рукой лечу, другой калечу, я двуручница. Какую цену придется заплатить за сделку с дьяволом? Может ли сатана установить над человеком полный контроль и действовать от его имени? Кровью Иисуса я поражаю тебе, а приказу оставь ее саду. Что нашептывают бесы своим жертвам? Как толкают людей на преступления? Ему казалось, что в маму селился бес. Собственное расследование программы мы обратились к лучшим специалистам из мира науки и религии. Как математики смогли разгадать главную тайну сатаны? Это сугубо научная постановка вопроса. Почему современная медицина не способна излечить человека от бесноватости? И можно ли зафиксировать дьявола на видеопленку? Смотрите прямо сейчас. Об этом мало кто знает, но в числе бесноватых немало выдающихся людей. Одним из таких был Джон Форбс наш младший, знаменитый американский математик. Человек, судьба которого вдохновила голливудских режиссеров на съемки фильма «Игры разума», получившего четыре премии «Оскар». На протяжении всей жизни его преследовали голоса. Они стали причиной развода, депрессии и потери работы в престижных университетах США. Математик буквально бежал от своих голосов, а вместе с ними от семьи и любимой работы. Многие годы он прожил фактически на правах бездомного. Невероятно, но в 1994 году человек с диагнозом «шизофрения» сумел получить Нобелевскую премию. Многие до сих пор гадают, мешали ли ему эти голоса или наоборот помогали делать научные открытия. Экзорцисты и парапсихологи предупреждают договариваться с сущностями крайне опасно. Бесы, демоны, дьявол, неважно, как их называют, все они преследуют конкретную цель. Любой ценой забрать душу человека. Финал у таких историй всегда один. Это произошло в июне 2017 года. С балкона своей квартиры с шестого этажа выпала известная экстрасенс и черный маг Илона Новоселова. Девушка была знаменита тем, что могла общаться с потусторонним миром. Она слышала голоса мертвых и пользовалась их советами, чтобы получить некие особые знания. Она называла себя потомственной ведьмой. Я такая с ядом родилась. Чтобы ядом всех травить. И буду травить. Чем больше бесплодие сделаю, тем лучше. А у меня потом все, потом я сама падаю. Смерть Новоселовой странная и выглядит как случайность. В этот вечер она поссорилась со своим парнем. Позвонила маме и попросила приехать. А потом вышла на балкон и через мгновение ее не стало. Никто не верит, что девушка совершила самоубийство. Больше похоже на роковое совпадение. Случайно оступилась и все. Друзья ведьмы утверждают, что Новоселова знала, что жизнь ее оборвется вот так, внезапно, в самом расцвете сил. Она пыталась изменить свою судьбу и заключить договор с потусторонними силами. Говорят, что два года назад она нашла сильного мага, который прижег ей новую линию жизни, сообщив, что ведьма доживет до 100 лет. По меркам нечистой силы это неоценимая услуга. Но что демоны попросили у ведьмы взамен? Дьявол это греческое слово. Он буквально клеветник Шептун. В древних культурах названия они были отнюдь не просто какими-то условностями. Договориться с дьяволом означает только одно. За все его услуги и подарки на земле придется отдать душу после смерти. При этом, вероятно, сатана не захочет ждать слишком долго и приблизится смерть своего должника. Все это укладывается в христианские представления об искусителе. Это, конечно, прежде всего обольщение. Это то, что в православии называется прелесть. Об этом мало кто знает, но по некоторым свидетельствам в тайном музее Ватикана хранится жуткий экспонат. Документ, подписанный кровью. Тот самый договор, который Гитлер подписал с дьяволом, когда просил о завоевании мира. Согласно легенде, у этого договора стояли даты. Как только этот договор истек, диктатор покончил с собой. Это кадры с камеры видеонаблюдения в отеле Корстон в Казани. 10 декабря 2015 года. Вот в 9 вечера мать с сыном заходят в номер. А через два часа здесь стали происходить страшные вещи. Позже следователи выяснят, что сын миллиардера, 20-летний Егор Сосин за несколько минут до этого в номере убил свою собственную мать. Два часа он издевался над ней, бил, кусал и душил. Ему казалось, что в маму вселился бес. Из нее он хотел его изгнать и забрать ее душу. Произошедшее стало шоком для друзей и знакомых семьи Сосиных. Позже Егор Сосин заявил, что убил мать, потому что она была одержима демонами. Кажется, объяснить такое убийство можно только вмешательством дьявола. Но если демоны действительно могут управлять людьми, то как они это делают? Каким образом они подчиняют одержимого своей воле? Тут можно вспомнить преподобного Серафима Садовского, который это видел и говорил, что если бы божественная сила их не удерживала, то достаточно было бы мизинца одного из них для того, чтобы перевернуть землю. Так могут ли демоны направлять руку убийцы, а злые силы стоять за кровавыми преступлениями, совершенными в приступе необъяснимого помешательства? Древние религиозные книги утверждают, что дьявол лишь подталкивает к греху, но выбор всегда остается за самим человеком. Анвар Юнеев опытный экзорцист. По его мнению, неважно, какую религию исповедует одержимый, бесы боятся слова Божьего, и Вячеславу может помочь в том числе и мусульманский обряд. Он болен. Какая разница? Мы же идем к доктору, где бы мы ни были, в какой бы стороне ни прижали, мы идем к доктору, он сразу спрашивает, какая твоя вера, какой ты нации, и того, никто не спрашивает. Чтобы ни у кого не было сомнений в эффективности метода, Анвар приглашает посмотреть, как он работает с пациентами. Вячеслав соглашается пройти обряд изгнания дженов, так бесов называют в исламе. Священнослужитель описывает чувства и переживания, которые испытывает одержимый бесами мужчина. Его слова полностью совпадают с тем, что беспокоит нашего героя. Он чувствует тяжесть в груди, он чувствует тяжесть на плечах, как будто на нем какой-то груз сидит. Вот это джин, груз, который он чувствует, реально ощущает эту тяжесть. Имам провел обряд очищения по всем канонам. Это невероятно, но Слава вел себя спокойно. Он не бился в судорогах, не кричал, как другие бесноватые. Ля конфузона В чем тут дело? Неужели мусульманские молитвы не смогли одолеть его демонов? Изгонять бесов пытаются многие. Домашние целители. Покинь тело девушки. Пасторы различных сект. Но не всегда этот обряд проходит по заранее определенному плану. Посмотрите на эту запись. пакистанский священник пытается изгнать духа из одного из прихожан. Судя по всему, ему действительно удалось это сделать, но происходит неожиданное. В ту же секунду дьявольская сущность переселяется в другого. Неужели нашему герою никто не сможет помочь? Ни врачи, ни профессиональные экзорцисты? Смотрите далее. Вячеслав готов на любые испытания, но поможет ли ему изгнание дьявола? Душа вашей страдалась, она истерзана. Сможет ли православный священник разгадать истинную причину его одержимости? Бесы, что это такое? Потусторонняя сущность? Изменение психики? Почему они так реагируют на Святое Писание? Мы встретились с учеными, которые утверждают, что существование дьявола доказано математически. Какое оно, число зверя? И можно ли спасти одержимого? Собственный эксперимент нашей программы смотрите прямо сейчас. Это душепопечительский православный центр Иоанна Кронштадтского. Здесь помогают людям, пострадавшим от оккультизма. Слава пришел сюда вместе с мамой. Быть может, тут смогут ответить на вопросы, которые и так его мучают. За что ему такое наказание? Разговор со священником шел непросто. Временами казалось, что Вячеслав не скрывал своей гордости от того, что может слышать голоса духов. Душа ваша истрадалась. Она истерзана. Она действительно подверглась вот этому страданию душевному через терзание силы Бесовских. Но я стал сильнее. Но теперь вопрос заключается в чем? Ради чего? Сказали это твоим следствием. За что Господь Бог попустил мне испытать такие страдания, такие муки? Священник пытался разобраться в его чувствах и взглядах и, кажется, нашел не только подход, но и разгадку. Ведь я же задавал вопрос вашей матери только что. И вы отвечали на эти вопросы. Я сказал, а вы своего сына покрестили, в церковь его носили, вели его к Богу. Я сама к Богу не пришла. Я спросил вас, а в юности в свою церковь носили колтарю сатаны к бабкам и колдунам. Да, носила, да, водила. Его заговаривали. Ему, так сказать, над ним проводили определенные оккультные обряды. Скажите мне, пожалуйста, разве это не может отразиться на состоянии души человека? Действительно, Слава рассказал нам о том, что он и его мать часто бывали у гадалок и ведуней. Да и родная бабушка, оказывается, занималась магией. Неужели эти голоса последствия тех оккультных экспериментов? Наследство от вашей прабабки, которая занималась оккультизмом и магией, колдовством. Наследство от того, что ваша мать таскала вас колдунам и целителям, а вы не являлись даже законно рожным ребенком. Кстати, вам нужно будет проходить чинотречение от оккультизма. Вам. Понимаете, да? Потому что вы сейчас даже причащаться, по сути, не можете. Священник не стал предлагать Вячеславу проводить обряд изгнания бесов. Более того, он посоветовал не тратить время, чтобы разобраться, чьи именно голоса он слышит. Но он дал один совет. Чтобы избавиться от бесов, нужно сделать одну очень важную вещь. Раскаяться. Эту съемку мы сделали на следующий день. И, кажется, сегодня Вячеслав выглядит совершенно другим человеком. В течение этих двух дней голоса меня не беспокоили. Я не знаю, появятся они или нет. Я не думал, что мне станет легче. Мне удивило то, что люди сплотились вокруг моей беды и стали помогать. Две веры, христианская и мусульманская. Сейчас я понял уже окончательно, что спасение это вера. Главное верить, что ты выздоровеешь. Главное верить в людей, которые тебе помогают. Это математик, кандидат технических наук Андрей Осипов-Скурлягин. Он утверждает, что ему удалось разгадать тайну так называемого числа дьявола трех шестерок с помощью принципов фрактальной геометрии. По его словам, он провел расчеты и выяснил, что число зверя показывает соотношение божественных и дьявольских сил на земле. Судя по древним книгам, дьявол был одним из ангелов, но потом был низвержен вместе с теми, кто встал на его сторону. В Библии написано, что их было треть. Если предположить, что общее число ангелов тысяча, то треть составит 333 демона и сам дьявол. Откуда казалось бы 666? А все дело в том, что оказавшись на земле, сатана установил здесь власть. Баланс сил оказался таким же, как на небесах, один к трём, только наоборот. Это сугубо научная постановка вопроса, которая, собственно говоря, уже к богословию не имеет никакого отношения. Учёный нашёл немало подтверждений в реальной жизни того, что многое строится на этой пропорции во всём мире. Например, войны и бесконечные конфликты начинаются, когда рушится хрупкий баланс между хаосом и порядком. Почему 666 на земле? Потому что хаос, спускаясь с неба, условно говоря, он пытается поставить себя на место Бога, занять подавляющее большинство, да? Верен ли расчёт Осипова-Скурлягина, судить сложно. Однако, как бы то ни было, факты говорят сами за себя. Некая сила, которая создаёт в мире хаос и творит зло, действительно существует. Логика многих преступлений, предательств, глобальных войн и других страшных событий вполне согласуется с религиозным убеждением о борьбе дьявола с Богом. Вечные битвы, полем для которой становятся, как известно, сердца людей.